Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и рад приветствовать вас в новой серии выживания в Stranded Alien Dawn на безумном уровне сложности. С прошлой серии прошло чуть больше двух дней, два с половиной. Сначала хотел это выложить, но в общем чем я занимался? Я устроил дома небольшую перестановку и на протяжении получаса реального времени, ну там чуть больше конечно, ребята просто по дому таскали вот ресурсы и мебель. И мне показалось это не шибко интересным, более что это все происходило внутри, мы пережили очередное нападение тараканов, вот и я думаю, что начнем мы, вернее продолжим прохождение с этого момента, потому что уже это гораздо интереснее, чем блин перетаскивание мебели туда-сюда, включая ресурсы. Кстати, а что вы до сих пор вот это вот не перенесли? Опустошить и снести и копировать, вот так вот вставить. Давайте нажмем на первую скорость, что тут изменилось? Во-первых, я немножко обустроил вот эту комнату, поставил здесь вместо одинарного шкафа двойной, расставил верстак портного и обычный деревянный верстак, разместил стеллаж для тканных электронных материалов и ремесленных, сделал проход на кухню, из кухни сделал проход на склад. Вот здесь вот в двух ячейках у меня будет лежать только сено, здесь поставил фильтры на металлолом, палки и сплавы металлов, при входе камень и слева дерево. Здесь излишки антибиотиков будут лежать, возможно что-то еще добавится, но там фильтры отрегулирую. Также, также, это еще же не самое главное. Ну-ка, нужно включить крыши и переделал вот эту крышу. Она теперь по-другому ориентирована. Здесь вот построил фундаменты для линии электропередач и для громоотводов, сами громоотводы не построил, у меня металл кончился, все ушло в сплавы и поставил здесь вот сзади дома вот такую интересную штуку. Я, блин, задолбался ее ставить. Знаете почему? Потому что вот эта дверь находится на разных уровнях фундаментов. Вот. И если будете делать так же, смотрите, сначала вы строите, ну у меня крыша уже была, сначала строите крышу, напольное покрытие оказывается мешает постройке лестницы, потом строите лестницу и только потом дверь. Вот. Такие пироги это все, что вам нужно знать, если хотите установить дверь на разных уровнях. И давайте-ка продолжим. Что тут у нас Кен и Котина бьют кулаком по столбу. Ну, хорошей тренировки, что ли, вам нужно немножко ускорить? Блин, я опять забыл с этими нападениями про температурный режим. Что мне с этим сделать? У нас на кухне холодно. Давайте разместим на кухне свет и тепло отопительную печь. И еще бы я хотел переместить столы. Куда бы их приткнуть-то? Вот один сюда, второй сюда. Да, чтобы они симметрично тут стояли возле входа, мне так больше нравится. И-и-и-и-и. Я тут убирал исследования грибов, чтобы сосредоточить ребят на посевах. Ой, говорю, на посевах. На мебельной перестановке. Также тут частично созрел урожай. Пускай ребятки его собирают вместе с мясом. Хотя мясо нам не особо сейчас нужно. У нас теперь вон что. Зерно есть. Ну, разве что для разнообразия чутулю, да? Давайте соберем вот здесь вот. 31 насекомое. Вполне себе. Ракха, ты что делаешь? Где ты есть? Сносишь склад? Слушай, это, конечно, все интересно. Ну, давай грунтовый пол сделаешь, чтобы мы уже могли выходить как-то. И ремонтирую вот остатки. Хотя, возможно, рановато, да? Я их высвобождаю, да? Нужно было добиться того, чтобы они перенесли наконец-то все ресурсы. Что ты делаешь? Ракха, что ты делаешь? Отремонтирую пол, Ракха. Опасная гипотермия у Эмилин. Блин. Не сноси склады. Давай, ремонтируй грунтовый пол. Эмилин, что у тебя опять не так? Ой, у тебя тяжелая гипотермия. А внутри у нас что? У нас внутри холоднее, чем снаружи. Так давайте разожгем. Кен. Давай, да, включай все печки. Что было сейчас? Они забагались тут внутри. Не удается достичь оранжевые грибы. Блин, Ракха, тормоз. Давай, ремонтируй. Вот, наконец-то я добился того. Какая это уже серия по счету? Шестая, седьмая. Наконец-то они склады у нас теперь не внутри комнат. Наконец-то. И более-менее красивый дом. Давайте задекорируем нашу линию обороны. Немножко выберем напольное покрытие, ковер из каракожника и как-нибудь... Блин, стоит ли вот ту линию декорировать или нет? Нет, линию обороны пока трогать не буду. Вот это хочу задекорировать. Да, вот примерно так. И-и-и-и-и-и-и. У нас всего шестьдесят семь. Хлопка. А что так мало? Меня это прям не устраивает. Кстати, вот этот каракожник уже можно собирать. Ой, верблюзебра, я надеюсь, ты не скушаешь тут наши грибы, а? Да, кстати, упал метеорит у нас. Во вкладке исследования я тоже отключал аптечки. Ну, блин, хотелось, чтобы они как можно быстрее перестановку закончили. Потому что это то еще занятие, чтобы вот здесь все вот так вот задекорировать, да, назовем это так. Мне нужно было опустошить хранилище. Я все в комнаты, ну, вы видели, да, в начале серии, все в комнатах сосредоточил. И добиться нужно было того, чтобы они сначала все это перенесли внутрь комнат, переставили мебель и потом заносили все обратно. У Эмилина опять риск нервного срыва. Но хоть гипотермии-то у тебя нет? Ой, она ходит босиком? Прям босиком? Слушай, да к нам срочно нужно изготавливать какую-нибудь мебель. Какие ботинки мы можем тебе сшить? Мы можем сшить теплую кожаную обувь с тканевой подкладкой. На всех четверых. С другой стороны, зачем нам это надо? Уже проще сразу броню готовить. Хотя, пока мы своими темпами на этом уровне сложности до брони дойдем, Кен, слушай, давай-ка ты из волоконной кожи, сколько там ее нужно, сделаешь нам четыре пары нормальной обуви. Десять кожи, десять тканей. Ткани нету, обалдеть. Ну, синтетическую, если что, задействуем. Не хотелось бы. Может быть, у нас тут где-нибудь поблизости хлопок есть? Все-таки надежда имеется. Ну, вот тут вот кусочки, кусочки есть. Давайте как-то выделим, сколько мы урожая можем собрать. Буквально раз, два, три, четыре, пять. А с каждой по десять. Пятьдесят получится. Нормально. Надеюсь, нападение монстров нас не настигнет. А что за история, почему не весь он выделился? Эмилин, у тебя как вообще? Помимо того, что ты босиком у нас разгуливаешь. Да неплохо все. Иди, может, соберешь урожай-то. Котина, а ты за хлопком бы сходила. Вот сюда. Ткани цвет. Собирай. Кен. Кен, кен, кен. Хороший ты мой кен. Давай, вот, собирай ресурсы здесь. А ракха чем у нас займется? А ракха займется у нас ковром из каракожи. А где ты сейчас есть? Давай, занимайся. Вручную буду вас отправлять. Надоели вы ничего не делать. Надеюсь, в скором времени мы вообще упоримся, изучим все. Будет электричество, хотя бы первые генераторы, зерна дополна. Сделать топливо, развесить лампы, запустить генераторы. Все будет вообще больше. Если еще и турельки будут. Смак. Эмилин собирает. Котина, ты еще не дошла даже? Серьезно? А ты тоже босиком у нас? Ой, босые фермеры. А у нас и ракха, кстати, тоже скоро будет босиком ходить. У Кена-то все в порядке, у него синтетические ботинки. Урожай потерян 10 штук. Это где это? Не успела ты, котина. Долго бегаешь, долго бегаешь. Я надеюсь, она всю пачку перенесет? Да, всю. Отлично. Интересно, а что нам кактусы дают? Может быть, местная флора это ключ вообще к выживанию? Может быть, они нас бустанут неплохо, хотя бы в плане провизии? Что из них интересно можно делать? Где ближайшие кактусы здесь есть? Сейчас будем после грибов их изучать. Вот ближайшие кактусы. Кстати, и хлопка тут кусочек. Это ведь только большие кактусы. Я в первой серии видел и круглые, и средние. Ну, а поблизости их здесь нету, к сожалению. Но это не беда. Мы обязательно сходим куда-нибудь в экспедицию, снарядим парочку человек. После того, как сделаем им эти... Арбалеты хотя бы. И еще 44 металла. Слушай, давай-ка не будем с тобой рисковать, Кен. И пусть, чтобы вы не запустили все сразу в горны. Ой, ковер готов. Ну, смотрится неплохо. Если бы еще на лестницу можно было ковера запулить. Было бы супер. Разметим сразу громоотводы. Блин, хорошо бы знать, где бы их. Вот можно один вот сюда. Здесь линию передач поставить. И вот здесь один громоотвод. И вроде как бы все будет в зоне, да? Ну, в зоне. И ладно. Мы можем где-нибудь еще сюда, куда-нибудь. Ладно, посмотрим. Стройте сначала это. Нам бы одного хватит? Нет, одного не хватит. А если мы попробуем поставить деревянный... Дерево нет. Блин. Ну, ладно. Я хотел попробовать зазеркалить немножко хотя бы вот эту вот часть. И поставить здесь... Здесь вот громоотвод поставить. Мне кажется, его бы вполне хватило на две стороны. А здесь бы в центре один бахнули, да и все. Не очень симметрично будет выглядеть. Не буду этим пока заниматься. Сосредоточимся на полях. Ой, Эмилин, ты уже почти урожай собрала. Ничего себе. А тут че? 72 процента, котина. А ты, извини меня, чем занимаешься? Еще и босая, е-мое. Может, соберешь урожай корокожника? Кен из него сделает кожу. А потом и обувь. Кен, ты вообще че? А как там у тебя? Шеи, ботинки-то? Вы и так нормально отдохнули. Рахе нечего делать, да? Ну, если рахе делать нечего, тут есть 25 пальмовых кустов. Как раз баланс веток пополнить. А потом и дерево. Ой, какие маленькие миниатюрные пальмочки у нас тут. Это ветер такой, типа? Симметрично. Ой, говорю, симметрично. Синхронно так они качаются. А вот и кожа, кстати, подошла сама. Новая одежда, ботинки. Кен улучшил ремесло. Ты же не закончил делать ботинки? Ты продолжишь это делать и дальше? Ой, какой ты молодец. Так, Эмилин, ты че далеко? Ну ладно, скажем ей надеть ботинки, когда она уже обратно пойдет. Блин, опять агрессивные животные. Проигнорирую я вас сейчас. Не хочу на вас обращать внимания. Вы членистоногие, тупые и злые. Отстаньте от меня. Ну и рисковать тем временем не хочется. Эмилин, забирай зерно. Сколько можешь перетаскивать домой? 194, 240, ничего себе. Катина, а ты че? Ты перенесла, да? И ты кушать хочешь? Слушай, Катина, а может быть ты тоже зерна перетащишь немножко? А Ракха возьмет вот сейчас и перетащит палки. И как раз вы все будете дома. Вот как хорошо я придумал. А у нас тут кто лежит? Красный Замендемс. Сырое красное мясо у него есть. Да у нас сейчас добавится этих. Эмилин, Эмилин, Эмилин. Если тебе нечего делать, перетаскивай зерно дальше. А вот это все мы сейчас отменим. Еще эти-то еще не успели испортиться. Уже новая пачка пришла. Катина, ты кушать села? Ну блин, приятного аппетита, конечно, но... У Раки нервный срыв. Етить-колотить. Ракху надо заизолировать, чтобы он не вышел. А, у него обжорство началось. О, все, Катина, отставить. Иди давай домой. Сейчас мы тебя отправим играть в дартс. Потом выберем здесь снести и отправим Кена это делать. Давай, 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 шустрее. Перебирай ножками. Иначе это все может очень плохо кончиться. Сноси полкиан. О, опять приехал. Ой, прилетел, то есть... Так, и что теперь вам делать дома? Теперь во время нападения вам дома и делать-то особо нечего. Разве что гулять, играть в дартс. Или... Делать кресло. А ну-ка, мебель. Мишень у нас есть. Боксерский шест у нас есть. Мишени у нас есть. А что насчет кресел? Сколько у нас? Нужно 10 сплавов металла и 20 единиц либо ткани, либо кожи. Соответственно, ткани у нас 87. Это все нам понадобится на одежду. Как, кстати, и кожа на ботинке. Но мы можем поставить прямо сейчас 3 кресла. Учитывая то, что у нас 4 персонажа. Давайте Кена отправим сделать волоконной кожи сколько-нибудь. 2 единички пока что в упор для кресел. И разметим мебель, кресло, вырождено, грунтовый пол. А, вы уже здесь. Ну, здравствуйте, здравствуйте. А мы что, не можем из этой кожи делать кресло? Серьезно? Мы можем делать либо синтетическое, либо тканевое? А почему? Может, я хочу? Эмилин убежала от опасности? Что, прям сильно опасно? Ну да, такие некрасивые ребята. Ладно, Эмилин, это не беда. Иди надень кроссовки. А, Эмилин уже самостоятельно кроссовки надела. Я хотел ее отправить к шкафу, кроссовки надеть, чтобы выставить ее на оборону. Она самостоятельно это сделала. Ну что ж. Это вполне себе неплохо. Давай, призываем. Иди, обороняйся. Мы к тебе на помощь отправим. Никого мы к тебе на помощь не отправим. Потому что Кен у нас сильно занят. Аракха. Че, ждешь лечения? А что с тобой случилось, дорогой мой? Ты переел опять. И отравился. Ну, наш добрый доктор Котина тебе поможет с помощью антибиотиков. А потом мы Котину отправим. Зачем? Давайте мы ее отправим исследовать. Аптечки. Кстати, по исследованиям. Волоконная броня всего два дня у нас занимает. Изготовление масла, жиры. Пускай изучает после аптечек волоконную броню. У нее все равно сейчас дальнего боя нет. Пускай занимается чем-то полезным. Аракху мы призываем. У него тут отдых вполне себе. Иди сюда. Помогай. Кен дошивает ботинки. Какой ты молодец. У нас Котина теперь тоже будет в ботинках. Правда, без штанов и без футболки. Сколько тут? 6 процентов. Но я думаю, успеем. А что значит частичная неудача? А, частичная неудача. Это значит, что он изготовил ботинки, которые уже изначально как будто поношенные. 50 процентов прочности у них. Видимо, где-то подошву не допрошил. Блин, но я хотел, чтобы ну, Ракха их возьмет тогда, да. Придется еще одни ботинки про запас готовить, чтобы не заниматься хотя бы некоторое время одеждой. Еще одно нападение отбито, причем весьма успешно, правда, долго. Кто-то лег спать. Катина, Кен, и Ракха. Эмилин, че? Слушай, подожди, ты же только что немножечко отдыхала. Может быть, ты... А, вот у нас где. На троих у нас только еды есть, да? Слушай, зерновой каш, может, приготовишь немножко? Когда у нас уже созреют пальмовые кусты? Ой, что-то долго. Зато сколько сразу у нас их будет, да? Вот, теперь у нас есть еда на всех. И что у нас по эмоциональному состоянию? Сонный Эмилин, Катина сонная, Кен сонный, Ракха уставший. Ну и плюс он мрачная личность у нас. Но это уже лучше, зато у нас теперь играл в дартс тут, ударил кулаком по столбу, был в восторге от Эмилин у нас, Ракха, ничего себе, спал в отдельной спальне, много развлечений, достаточное разнообразие еды, ел за столом, съел быструю еду, ну и земные блага, конечно. Мне нравится напольное покрытие в этой комнате, ну да, естественно, недостаточно места для хранения зерна. Да ладно, неужели его настолько много? А здесь что вам, почему это не место для хранения? 96, 100, 100, 100, 100, тут еще соточка, здесь еще полтишок где-то лежит, на каждой ячейке у нас умещается по 100, блин, да, действительно не хватает, ну что ж, давайте тогда вот на этой полке изменим для сырых блюд, и вот на этой полке тоже для сырых блюд. Теперь должно хватать место, это я еще грибы не изучил, грибов я вообще люблю делать, про запас. В зеленом регионе на зиму, блин, полторы тысячи делал и все нормально было. Грибы же вечно на полке лежат, не портится. Во, начался рабочий день, собираем урожай, рубим палки, делаем кожу, Кен, еда готова, а, и вы сразу решили засеять. Слушайте, влажный сезон, минус семь, может быть, не надо? У Катины гипотермия, подожди, а ты что, самостоятельно надела обувь самостоятельно? И Ракха самостоятельно обувь надел, и больше у нас обуви нет, она закончилась, до Канамана в принципе больше-то и не нужна. А почему он пишет, что в наличии одни? А, да, они уже лежат в ячейке стола, да? Блин, так приятно, что они теперь вдвоем сажают, это же в два раза быстрее. Вот было бы здорово, если бы Кен еще вот эти обломки у нас собрал. Но он у нас одеждой сильно занят. А это почему выделено? Ожидает розжига? Ну да, так-то снаружи уже прохладненько, прохладненько. Блин, вот это вот как-то можно вот так убрать? Да, так как-то поприятней, периодически, конечно. Так, теперь я бы сшил раз, два, три, четыре футболки, наверное, да? Или четыре куртки. Куртка у нас... А, это рубашка. Что мы вообще можем? Свитер, рубашка или футболка? Количество опыта примерно одинаковое, не примерно, а точно. При этом рубашка два и четыре, свитер три и шесть. Блин, серьезно? Опять? Опять? Котина, ты там далеко? Блин, ну, надоели, серьезно, они надоели прям. За верблюзебрами тут гоняются. Так, сколько процентов тут с грибов? 72 процента. И ты прям сейчас, вот тебе оно надо, да, за ними понаблюдать, да? Ну, я надеюсь, ты успеешь потом домой. 76, 77. Вполне себе. Главное, чтобы там, ребята... Блин, а богомолы же быстрее котины бегают, да, в теории получается? Но тут уже 90, наверное, успеем. Главное, чтобы никто никуда не пошел, Эмилин, а ты куда пошла? Исследовать. Все. Хорошо. Катина, заканчивай, и мы тебя отдыхать отправим. Куда? Переносишь зерно? А ты успеешь? Мне кажется, ты не успеешь. У тебя отдыха 11 процентов. А ну да, все, идешь спать. Молодец. Открытие шляпоцвет у нас тем временем. Я никогда раньше не видел таких грибов, поэтому дал им оригинальное название шляпоцветы. Они довольно ядовиты, но теряют большую часть своей тактичности, когда созревают и начинают светиться. Я думаю, что они станут достойной заменой овощам, если их собрать и приготовить, когда они полностью созреют, однако они по-прежнему немного ядовиты, если употреблять их в сыром виде. Самое главное, они обладают некоторыми целебными свойствами, и из них можно приготовить простой лечебный бальзам. Открывается сбор урожая шляпоцветов, их посадка, изготовление бальзама и постройка грибных пакелов. Ну хорошо, но этим мы займемся чуть позже, наверное, через пару дней высадим эти шляпоцветы. Котина, иди спать. И вот этот вот фундамент мы сносим. У меня складывается такое ощущение, что волны как-то чаще. Причем они настолько задолбали уже по 50 штук. Блин. Кен, 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 давай сноси грунтовый пол, чтобы никто случайно не пошел что-нибудь делать. Но, несмотря на то, что их много, я думаю, в троечка-то мы быстро заборим их всех. Интересно было бы, кстати, арбалеты попробовать. У нас вот 85 сплавов металла. Надо, знаете что, нужно поохотиться за верблюзебрами и высушить кожи. Потому что тут написано, что с них падает шкура. Мы шкуры высушим, получим кожу, а кожу используем на изготовление кожаных кресел. И поставим каждому вот так вот напротив печки. Ну, не обязательно прямо напротив. Ну, где-нибудь тут вот в комнате разместим, в общем. Пока оборонялись, скотина решила нам сказать, что у нее обычная простуда. Мы, кажется, такое уже видели. Наверное, это просто простуда, ничего не поделаешь, но надеюсь, что не перерастет во что-то неприятное. Я тоже надеюсь. Главное, не чихай. Канун Нового Года заканчивается один год, начинается другой, мы не знаем, что принесет завтрашний день на поворот времени, вселяет надежду. Мы можем собраться и отпраздновать Новый Год сегодня в 23.00. Конечно, я поддержу вас в этом. Я бы еще знаю, что вам вот костер вот здесь вот каменный разместил. Блин, ну здесь прям вот не очень, конечно, но стоп. Етить, колотить. Нужно остановить бочки, а то они так будут ферментировать антибиотики очень долго и все это дело у нас быстро закончится. Зерно я имею ввиду. Давайте поставим тут костер где-нибудь а можем мы сделать плато какое-нибудь. Вот где-то тут мы костер короче поставим. А что ты решила? Подожди, а разве ты не хочешь достроить костер? Блин, их слишком много, они в одном месте сконцентрированы, игра начинает периодически лагать, меня аж прям это бесит. Зато у нас сейчас появится костер, и мы сможем проверить теорию, влияет ли он после патча на приход новых поселенцев. И Катина теперь бездействует. Может быть она может кого-нибудь заменить? Скорее никого она не может заменить. Ну ладно, добьем их на перемотке, почему бы и нет? Так, начинается канун нового года, 23 часа, за это время, ну они в общем отбились, я им дал время отдохнуть, потом Катину отправил за грибами, она принесла тут сколько-то штучек, ну-ка сейчас посмотрим, 10 всего, ну тем не менее, пускай будет, и поставил первые грядки с грибами, для того, чтобы собирать их поэтапно, в качестве эксперимента, мне вот допустим слишком много грибов в моменте не нужно, соберу сначала одну и по надобности вторую, вот, и что, вкладка расписания, 23 часа, действия любое, и 0 часов действия любое, давайте призвать, отозвать, и вы все в теории должны праздновать Новый Год, не только Ракха, а куда он пошел? Они все пошли праздновать Новый Год, и Эмилин его встречает без одежды, только в шляпе и ботинках, Катина, то, бештанная фермерская команда у нас, Кен с голым торсом пошел, ну все в порядке, Ракха только держится еще как со своей курткой, и это салют? Да, это салют, ну-ка, как он будет на фоне? Хорош, Ракха, молодец, Эмилин тоже салюты запускает, красиво, красиво, ребят, там, кстати, прикольно, да, там костерок такой, что-то светит от него, да, кто б знал, что в параллельной вселенной в пустынном регионе в канун Нового Года голожопые фермеры будут запускать салют, искренне этому радоваться, а куда вы дальше пошли? А если на нас сейчас нападут? Ребятки, это не дело, а, или вы все празднуете до сих пор, да? Да, с разных мест салюты запускают, ну и хорошо, ну и славно, на этой доброй ноте эту серию мы сегодня, пожалуй, закончим, всем большое спасибо за просмотр, за эту серию достаточно сделали, еще и новые грядки я успел построить под конец, к сожалению, чистились случаи гипотермии, простуды у нас, поэтому вы обязательно следите за своим здоровьем, ну и надеюсь, каждый из вас будет встречать Новый Год в одежде, а не в шляпе и ботинках. Еще раз спасибо за просмотр, не болейте, всем вкусного чая и добра! Субтитры сделал DimaTorzok